Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Алексей Киселев. И с нами на прямой связи журналист, ведущий политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Евгений Попов. Здравствуйте. Привет. Ну вот, слышите ли вы нас, Евгений? Я вас очень хорошо слышу, а вы меня? Да, и сейчас мы тоже слышим вас. Напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Евгений, ну вот, хотелось бы начать с того, что в Риге, как вам наверняка известно, на три месяца был введен запрет на телеканал «Россия-1», в частности, из-за высказываний в вашей программе «60 минут» и в программе Владимира Соловьева. Насколько, на ваш взгляд, телевидение сегодня может влиять на умы людей? Жильять на умы людей? Да у нас немножко другая задача, наверное, все-таки информировать, рассказывать, разжевывать события. То, что запретили, ничего хорошего там нет. Никаких целей, которых хотели бы добиться ваши власти, я не знаю, правда, какие цели они перед собой ставили, но можно предположить, они едва ли добьются. У нас такая у меня домашняя заготовка, я посмотрел, просто позвонил сейчас ребятам, у нас был в воскресенье стрим. В интернет мы сели просто на коленки с Ольгой и освещали результаты первого турвыборов на Украине. Без программы, естественно, как бы украинский выбор, делать марафон, смысла нет никакого, телевизионный. И сделали это в интернете. Я посмотрел из миллиона зрителей, это рекордное число, здесь мы еще поговорим вообще об интернете, телевидении, 100 тысяч были из Латвии. Я просто позвонил ребятам, интернетчикам, спросил, а сколько Латвии? Потому что там на первом месте Россия 40%, на втором месте 20% украинцев, 110 тысяч человек. То есть, ну, если мы хотим что-то донести, то мы как бы донесем, да, вот, и вы мне позвонили, то есть, как бы телевидение запретили, а радиоболтком позвонила. Я сегодня видел, зашел на Вадима страницу в Фейсбуке, вы всегда анонсируете своих гостей, как бы огромное количество комментариев, то есть, это интересно. Вы можете с нами соглашаться, не соглашаться, но я думаю, что там мнение коллег, мнение соседей вам интересно. Запретили, ну, зря, зря, у вас же много своих каналов, много источников информации, то есть, как бы, вы же не зависите вот только от российской, как принято говорить в определенных кругах пропаганды. У вас много источников информации, пожалуйста. Ну, вот один из них вам запретили. Зачем? Непонятно. Ну, вот, Владимир Познер в нашей программе «Абонент доступен», он сказал следующее о телевидении и журналистах. Сегодня я процитирую его. Если брать федеральные телевизионные каналы, то есть первый канал «Россия и НТВ». Это каналы либо напрямую, либо опосредованно контролируются властью. И политическая линия, которая продвигается этими каналами, это и есть линия, которая соответствует желанию власти. Как вы относитесь к этому высказыванию? Согласитесь ли вы с ним или нет? Мы, конечно, государственный канал. И мы программа, которая выходит на государственном канале. Но мы там не будем призывать к переворотам, революциям. Мы не будем призывать к ненависти. Мы не будем делать каких-то вещей, которые от государства не ждут. Но с точки зрения того, что мы доносим ту точку зрения, вернее, доносим мысли власти, я не соглашусь, вот выборы украинские, если взять, которые сейчас гремят, то вот за кого наша власть сейчас, интересно, было бы мне, как гражданину России, узнать? За Порошенко или за Зеленского? Я не знаю. Я уверен, что у власти есть точка зрения на этот счет. Я просто не знаю. То есть и когда был первый тур, я тоже не знал. Понятно, что Порошенко, он не очень приятен и украинцам, как показали выборы, и россиянам, ну и, наверное, нашей власти. Ну, я бы не сказал, что это вот так прям такая догма, да, если мы говорим, значит, так думает власть. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. У нас же есть огромное количество людей, у нас бы тогда была только Единая Россия стояла бы. У нас много программ, где вообще нет представителей Единой России, например, правящей партии. У нас есть огромное количество программ, где критикуют власть. Ну, там, мы можем задавать острые вопросы, там, 10 минут назад их задавали в студии вице-премьеру Голиковой по поводу того, что, ну, что за кошмар, как бы в нашей большой, великой, богатой стране, в третье регионов увеличилась смертность. Ну, это же плохо. Мы имеем возможность спросить у власти. Она нам отвечает. А Владимира Путина, кстати, не планировали пригласить на эфир? Такие попытки предпринимались? По-моему, нет. По-моему, не предпринимались. Не скажу. Нет, наверное, не предпринимались. Вот есть такая точка зрения, что власть в России критиковать можно, а Путина нельзя, потому что он как бы над всеми остальными. Это так, на самом деле, или это иллюзия? Ну, вчера почти то же самое сказал эксперт из Польши. Я попросил рассказать анекдот про Дуду. Рассказал жесткий, ужасный, циничный, черный анекдот. А он попросил эксперта рассказать анекдот про Путина. Ну, рассказали анекдот про Путина, там, какие-то эксперты. Ну, что значит нельзя критиковать? Ну, огромное количество людей говорит, что вот, там, я не знаю, там, Путин или монетарные власти. Наверное, и Путин, и монетарные власти избрали такую экономическую политику, что мы вот собираем деньги на случай чего вот в эти кубышки. Там, огромное количество людей этим недовольны. Огромное количество людей хотят развивать производство, дороги и прочее, прочее. Но монетарные власти правительство так решили. Там, сведомо Путина, ну, наверняка же сведомо. Мы об этом говорим, но эти точки зрения представлены. Поэтому я бы не стал говорить категорично. Нельзя выписать себе 7 правил и говорить, что все именно так. 7 пунктов или 10. Везде есть возможность уйти влево, вправо, вниз, вверх. Поэтому не соглашусь. Ну вы лично, как гражданин Евгений Попов, когда-нибудь были не согласны с решениями президента России Владимира Путина? С решениями? Ну конечно, да. Можете вспомнить, какими? Я считаю, что не нужно было признавать Порошенко. Я считаю, что нужно признать Донбасс. Я считаю, что нужно раздать паспорта российским жителям Донбасса. В конце концов, я думаю, что нужно, если там уж сугубо внутреннеэкономическое, понять и объяснить людям, что вот эти полтриллиона долларов делают в кубышке. То есть может быть там оставить 250 миллиардов в кубышке, а 250 пустить в инфраструктуру. То есть я вот как гражданин, например, не поддерживаю это решение. Вы считаете, это ошибки президента? Нет, я хочу, чтобы мне объяснили, разживали что ли, да, но пытаются. То есть по этому поводу очень много выходит и аналитических заметок, и статей, и прочее, прочее. Вот вопрос от нашей радиослушательницы Омра, она как раз в фейсбуке его задает. Вот почему в вашей программе не рассказывают о сроках за репосты, о пытках гея в Чечне, о политзаключенных, фальсификациях на выборах, о внутреннем аде, о ду, в принципе, вот так сформулировала. Вопрос наша слушательница. Что ей можете ответить? Ну вот я вам уже начал отвечать на этот вопрос. Татьяна Голикова только что рассказывала о том, почему в стране треть регионов в вечернем прайм-тайме увеличилась смертность. Накануне мы рассказывали несколько дней назад о том, что в больнице Башкирии, помните, я не знаю, ну, наверное, следить так плотно за российской политикой, там женщина сказала, что в больнице получают 65, что ли, средняя зарплата 1000 рублей. И над ней просто все посмеялись врачи, да, да, включили, показали этих женщин, которые смеялись, которые ушли из этой больницы. Там включили женщину, я имею в виду прямое включение сделали, которая туда приезжала, собственно, с миссией, да, то ли проверочной, то ли еще какой-то из Совета по правам человека. Мы каждый день рассказываем о России. И каждый день в наших программах звучат острые действительно темы. Сегодняшняя история по поводу того, что на родонаселению нашему не хватает денег определенной части на самое необходимое. Все это есть в нашем эфире. Но смотрите, здесь какая штука. То есть мы находимся в жесткой конкурентной борьбе. Огромное количество программ, скажу смело, хотя так не считаю, подобного толка, да, для населения подобного толка существует в нашем телевизионном пространстве. Каждая из этих программ борется за пункты рейтинга, за количество зрителей и за каждого зрителя сейчас. Мы каждое утро смотрим не просто количество зрителей, сколько нас посмотрели, а мы смотрим, на каких темах были подъемы, на каких темах были спады, на какого спикера слушали. Я больше вам не могу рассказать в силу корпоративной этики, да, но ведь интересы зрителей, они отслеживаются. И отслеживаются вполне себе не просто вот я думаю, что это интересно, это не так. Есть математика, есть статистические данные, есть ежедневные отчеты и так далее. Есть цифры, которым там пользуются рекламодатели, да, то есть как бы они им доверяют. Поэтому если наш зритель смотрит украинскую тему, то мы ее показываем. Ну, и мы не считаем, что она не важна. Там я вот лично вообще не могу считать, что она не важна, потому что у меня мама родилась в Измаиле, папа сейчас живет в городе М на Украине. Я много раз был на Донбассе, как единственный из российских журналистов, как со стороны ополченцев Донбасса, так и был в котле Авдебальцева. Я видел этих растерянных украинских солдат, поэтому это все печет, это все горячо. И для жителей России это горячо. Но это не значит, это совершеннейшее запудривание мозгов, когда говорят, что мы не обсуждаем внутренние темы. Мы каждый день обсуждаем внутренние темы. Возможно, многим кажется, что они мало попадают в эфир. Если бы их смотрели, так вот скажу, больше, мы бы показывали их больше. Но Донбасс это тоже внутренняя тема. Украина это тоже внутренняя тема. 50 миллиардов долларов, простите, убытки от санкций. Это внутренняя тема. То есть, конечно, сейчас взрывные рейтинги на украинских выборах, потому что от этого зависит, в том числе, как мы будем дальше жить. Если мне еще 30 секунд на эту тему дадите, я вам просто расскажу пример, что если мы отходим от телевидения и идем в интернет, я уже начал об этом говорить. Мы вот сели на коленки, провели стрим, да, это называется, во время украинских выборов. Кого смотрели? То есть там Дождь, Эхо Москвы, все эти 112, Ньюс Ван, все эти каналы Прямая, как Шарий говорит, и прочие. Больше всего было у нас с Ольгой просмотров. Больше всего было у нас в моменте зрителей. И потом, как бы, если бы это были украинцы, окей, можно было бы сказать, что это не интересует российского зрителя, но 40% зрителей были из России. И 40% зрителей были тех как раз возрастов, которые, как считается, не смотрят телевизор. То есть, конечно, это интересно россиянам. Ну, еще один вопрос от нашей радиослушательницы. Почему в вашей программе никогда не рассказывают о расследованиях, митингах и существовании Навального? Ну, конечно, мы рассказывали о существовании Навального, и когда он обещал 15 тысяч, сколько там, я уже не помню, долларов, рублей, не помню. Обещал деньги тем, кого арестуют. Конечно, мы об этом рассказывали, все это показывали. Но здесь есть определенные барьеры. Действительно, существуют они, наверное, морального толка. Потому что человек начинает все свои расследования... Во-первых, он называет людей свиньями, или кем-то он там называет. Не свиньями, а отбросами, да? Отбросами. Людей называют отбросами. Оскорбляет людей. Говорят, он недавно заявил, надо проверить, в Петербурге, что дороги перекрывать будет. Вы считаете, что нужно как бы поощрять деятельность такого человека, показывать человека, который собирается перекрывать дороги в России? Мне кажется, нет. Ну, потом, я не думаю, что он согласится, но даже в этом смысле я бы, например, не пригласил в программу. Я знаю, что там ТВЦ, по-моему, пытались его позвать. Он отказал. Но человек, который начинает свои расследования, как он их называет, хотя мы видели все эти истории с унитазами, с подставными женщинами, с того, что сейчас вы будете этого человека ненавидеть, мне как-то не по себе становится. Зачем? Но цензура присутствует сегодня в вашей программе? Какие-то табу определенные? Ну, что значит табу? Ну, если вы считаете табу, то, что не надо показывать человека, который призывает перекрывать дороги, то это, наверное, табу. Но то, что у нас есть там список табу, нет, нет. Такого списка нет. С Касьяновым... Как у Владимира Познера у вас списка нет. Как у Владимира Познера у вас нет списка, потому что он говорил неоднократно о том, что у него есть список людей, которых он не может пригласить на свою программу, потому что первый канал просто ее не купит. У нас никто ничего не покупает. У нас есть, конечно, там подрядчики, но, тем не менее, мы производим программу в рамках телеканала «Россия». Ну, не покажет в данном случае, скажем, или не выпустит этого человека в эфир. Ну, кого? Я не знаю. Кого? 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 Кого пригласить? Ну, там ходят позиционеры. Ну, вот нам Некрасову, Бозман, я не знаю. Ну, я вчера или позавчера там видел Лойка. Мне кажется, вообще сумасшедший. Да, вот с ума сошел человек уже давно. Да нет, я думаю, что там Явлинского мы все дозвать не можем. Ну, ты же прекрасно, Собчак у нас была. Я не считаю, что есть какие-то барьеры и ограничения. Есть люди, которых посмотрят, есть люди, которых не посмотрят. Здесь надо огромное количество факторов проанализировать, прежде чем понять, звать этого человека или нет. Вот есть такая точка зрения, что приглашая человека с оппозиционной или с другой точкой зрения, вы не даете ему возможность высказаться. Ну, в частности, такие наблюдения, что когда приходит Ковтун, его достаточно быстро перебивает. Или, скажем, он один, а против него несколько человек с другой точкой зрения. Есть такая проблема? Это точно не к нам. И можете присмотреть один из последних эфиров. А, ну, пожалуйста, Рыжков, да? Ну, оппозиционер? Оппозиционер. Вот он как-то какому-то новому гостю, новому эксперту сказал, когда тот эксперт говорит, вы меня не перебивайте только. Рыжков сказал, в нашей студии, я не думаю, что он постесняется этих слов, сказал, что в этой студии нет, здесь можно высказаться, это программа, где можно сказать. У нас можно сказать, это правда. И какие-то, я помню, там, трехминутные или четырехминутные спичи Гозмана вообще становились вирусными из нашей передачи. Из нашей передачи. Правда, мы, конечно же, не дадим такой славе распространяться. Не потому, что нам не хочется, чтобы слова Гозмана, произнесенные в нашей программе, услышало как можно больше количества людей. Потому, что, как бы, он распространял это без, нарушая авторские права. Как только он спросил у нас разрешение, можно ли это видео распространить, он его дальше распространял. Хотя, устроил, естественно, скандал, Лен Дьякович, наш частый гость, сказал, что цензура запрещает распространять это видео. Нет, не цензура, есть правила рынка. Это рыночные условия. Там кто-то с ними согласен, кто-то не согласен. Но мы в них живем, к счастью или к сожалению. Ну, вот Андрей тоже спрашивает вас отчасти об этом, на что вы уже ответили. Ну, так или иначе, я зачитаю его вопрос, любопытно узнать, почему они все время перебивают одну из сторон. Ну, имеется в виду передача 60 минут. И вообще, не считает ли он зазорным для журналистов принимать чью-то позицию? Вот такой вопрос. Вы знаете, есть такая теория, и мне кажется, что она имеет смысл, что вот журналистика факта, как бы это ни воспринималось, я уже как-то это говорил, потом мне там новая газета меня распинала. Она уходит в прошлое, не с точки зрения того, что факт – это важно, а приходит на смену журналистики факта, журналистика мнений. Мы-то придумали, не мы, это задолго до нас, там сидит новость, обсуждает четыре человека в студии, там, хоть на польском канале, хоть на американском. Ну, так бывает. И да, конечно, эмоциональные люди присутствуют, и спокойные люди присутствуют. Есть спокойные программы, я не буду просто конкурентов рекламировать в нашем эфире, но их меньше смотрят. Ну, чего, ну, правда, совсем спокойные, их не смотрят. Когда люди эмоциональны, когда они яркие, высказывают свою точку зрения громко, не кофту, но я имею в виду, потому что у нас нет такого эксперта, порой это необходимо. Но здесь, конечно, тоже нужен баланс. Ну, некие синкопы, да, потому что порой, если совсем гвалт и ничего не понятно, то это совсем плохо. Но это уже, наверное, как бы наши технологии, условно говоря, синкопы, да, даже есть какие-то правила. Введение передачи, я не думаю, что они закрыты, там, и в университетах они рассказывают, что если покричали, то нужно немножко, как бы, сбавить темп, и чтобы немножко поговорили спокойно. Потому что люди уйдут. То есть это все-таки шоу, да, то, чем вы занимаетесь, это шоу? Это хороший вопрос, Вадим. Я ждал его и хотел, чтобы вы его задали. Потому что для нашей передачи, когда она затевалась, я не хочу, чтобы она была шоу. Хотя мы даже представляемся так во всех роликах рекламных и далее в анонсах, но, тем не менее, я все-таки предпочитаю, чтобы наша программа была инфотоком, да, информация и разговор. Инфоток. Вот такой термин мы сформировали с Ольгой, его придумали, и его придерживаемся. То есть как бы есть информация, есть разговор. Вот о таком-то факте мы будем сегодня разговаривать. Тут и разговариваем. Программа трансформируется, программа привносит, как я считаю, наша привнесла, очень много нового. Потому что только после нас, вернее, мы стали выезжать на точки, то есть один ведущий в студии, один ведущий на месте событий. Мы стали готовить репортажи для программы, настоящие репортажи. Мы включаем людей, там очень много, из тех мест, где происходят события. Мы берем несколько тем, там, условно говоря, 3-4 темы в программе пытаемся осветить. То есть мы тоже трансформируемся, растем и двигаемся, надеюсь, вперед. Как вы относитесь, когда вас называют пропагандистом, а не журналистом? Я там, с другой стороны, могу себя утешить, я не знаю, правда, утешить обычными формулировками, да, там, «посмотрите этимологию слова пропагандист, пропаганда, это информация». Ну, наверное, нет. Но они же имеют в виду, что это плохо, да, когда говорят, что пропагандист. Почему я должен хорошо относиться, когда вот как бы с негативной коннотацией меня как-то называют. Наверное, я плохо к этому отношусь. Ну и потом я все-таки предпочитаю, чтобы меня называли репортером, там, до сих пор, да. Я считаю, что репортер на телевидении самое нужное, самое важное, самое сложное, самое востребованное, самая вот кровь, пот, слезы такая работа, без которой вообще не будет телевидение. Поэтому ведущим быть легче, так скажем, чем репортер. Я, конечно, в этом смысле хотел бы, чтобы меня называли репортером или ведущим. Пропагандист так пропагандист Все равно Ну вот журналист Андрей Караулов Его, кстати, тоже нередко называют пропагандистом Он был в нашем эфире И он говорил о профессиональном кодексе журналиста Он сказал, что журналист умирает тогда, когда начинает врать Ну вот это его слова Приходилось ли вам когда-нибудь умышленно Или может неумышленно говорить неправду в своей программе В частности, вообще на телевидении, может быть? Ну, умышленно точно нет Ну, а неумышленно вы отслеживаете Это каким-то образом какие-то вот такие, ну Помарки, если так можно сказать Ну, конечно, слушайте, ну с кем не бывает У нас прямой эфир У нас два часа прямого эфира И давайте сразу точку на дверь расставим, да Потому что Многие пишут, что это в записи То, что это в записи, это ложь Ну, в прямом эфире вещаем на Москву, да Там у нас страна огромная Где-то, к сожалению, программа Одна Программа может выйти в записи Но тем не менее, мы вещаем в прямом эфире Два часа в день Наш прямой эфир, в отличие от американского прямого эфира То, что многие где-то наслушавшись Говорят, что у нас эфир идет с задержкой Это не так Мы идем в прямую Это, кстати, одна из немногих стран Где прямой эфир по-настоящему прямой Потому что по американскому законодательству У вещателя должно быть право Исправить там ошибки Или матершину, да Потому что это очень может дорого вещателю стоить И мы помним прекрасный такой пример Джей Зи на Грэмми, по-моему, выступал Там есть песня Empire of State, да New York, там вот это вот И там очень много мата Американского И видно было, как прям в эфире Трансляция же прямая Прямая трансляция церемонии Грэмми Заляпывали эти маты И заляпывали так нелепо Простите за тавтологию Что испортили песню прекрасную Хотя она стала хитом Ну, бывают ошибки Бывают какие-то недоразумения Бывают, ну, всякое бывает Чего же Ну, вот ситуация, которая произошла с Алиной Керовой Вы говорили с ней в прямом эфире Но она на тот момент уже была мертва К сожалению Вам было потом стыдно за то, что так случилось? Ну, приятно, конечно Но, слушайте Вы же прекрасно знаете, что произошло Я бы даже не хотел возвращаться к этой теме Ну, все сказано Все написано И если там какие-то люди атакуют нас за это То они не правы Ну, как бы всем все понятно И потом Шарий даже нашел девочку эту Ну, поэтому там все предельно есть Но вы чувствуете, что сейчас идет информационно? Конечно, неприятное недоразумение Это история прямого эфира Ну, и вы сами работаете в прямом эфире Вы представляете, что происходит в прямом эфире Тем более, когда ЧП Чем более, когда взрыв Тем более, когда там люди гибнут То есть, естественно, там редакторы ищут свидетелей Ищут очевидцев и так далее и тому подобное То есть, это сложная работа Дурдом творится абсолютно Но вы чувствуете, что сейчас идет информационная война И ощущаете ли вы себя солдатом информационной войны? Вот, Дим, вы, вот, слушайте, давайте вот без этой банальщины Ну, правда, вы очень классный журналист И всегда приятно второй раз с вами общаться И что значит солдат информационной войны? А я сейчас поясню Я, на самом деле, не случайно задал этот вопрос Потому что, вот, например, в Риге расположен натовский центр Который занимается противодействием российской пропаганде И мы очень часто слышим риторику Что идет информационная война Что есть телеканалы Россия, Russia Today Которые, в общем-то, являются таким Тяжелой артиллерией в этом смысле Поэтому я как раз и задаю вам этот вопрос Вот все-таки в контексте вот этой риторики Вы чувствуете себя участником этого фронта? Анна улыбается Она не видит во мне никакого солдата информационной войны, как видно Но история-то в том, что что значит солдат информационной войны Вот кто написал статью в Нью-Йорк Таймс пару дней назад Я просто открыл Нью-Йорк Таймс Я издалека зайду У нас хорошо, когда есть формат, да И мало людей Пару дней назад выходит статья в Нью-Йорк Таймс Я читаю, я ужасаюсь Там что-то такой, заголовок Не воспроизведу точно, но смысл Россия убивает людей без причин А я просто зашел газетку почитать, да Что там в Америке творится по привычке Я жил там 6 лет Мне интересно Россия убивает людей без причины И такой материал еще Знаете, я скролю его, он все никак не закончится Читаю, значит Какой-то мужик из Мариуполя Убивает какого-то другого мужика То ли в Житомире, то ли в каком-то еще городе А потом говорит, что ему, значит Поручили этого мужика убить ФСБшники И вот приводятся эти факты Фотографии суда Приводятся, ну не факты, естественно А бред сивой кобылы Приводятся какие-то интервью украинские И делается вывод Россия убивает людей без причины Что это вообще? Что это такое? То есть какие ФСБ дает задание Мужикам из Мариуполя Убивать мужиков в Житомире? Да что за бред вообще? Просто собачий Ни доказательств Ни какой-то базы Ни каких-то подобных случаев Ни выводов А и все стало окончательно ясно Когда я обратил внимание на одну фотографию Значит, вот такой примерно листок Не знаю, какой вот здесь лежит А, вот такой Вот такой листок Значит, блокнотный Вот именно такой И на нем карта Значит, где подождать Где встретиться с агентом ФСБ в Москве Там Лубянка нарисована, ФСБ То есть рисовал убийца Представлено в суде Ни одного сгиба Вот смотрите, мы берем эту бумагу, да? Вот так вот И на ней сгиб сразу образуется И его видно Даже вот видно же сгиб В Нью-Йорк Таймс Приведена вот эта бумага Карта из суда якобы Убийцы, который там когда-то убил человека Который эту бумажку якобы привез из Москвы Составил ее Ни одного сгиба на бумажке Он ее в папочку положил Убийца из Мариуполя То есть такой вот Просто Вот это делают солдаты информационной войны Или просто делают люди Которые нашу Русь великую ненавидят Всем сердцем Ну, хотя за слово ненависть Мне ужасно не нравится Я не знаю, зачем такое писать В такой великой действительно газете Как бы не разобравшись Я не говорю, что все такие Я знаю корреспондента СНН в Москве Который вполне объективно освещает события Которые у нас здесь в России происходят И ничего, нормально Жив, здоров, работает А другие говорят об агрессии, аннексии И прочее, прочее То есть как бы люди разные Все от людей зависит Конечно, мы никакие не солдаты Мы журналисты, репортеры И все Еще вопрос от нашей радиослушательницы Как вы относитесь к Лене Рефеншталь И к Йозефу Геббельс? Так же, как и вы Еще вопрос Не волнуетесь ли вы за свою судьбу После того, как Путин и его окружение будут свергнут? Опять же, из Фейсбука вам зачитываю А с чего ради? Я должен, во-первых, думать о том, что Путин будет свергнут А во-вторых, ну нет, конечно Что значит свергнут? Изначально, знаете, с подковырочкой такой вопрос Нет, все нормально Ну, вопросов подковырка вам много В Фейсбуке как раз задает Я хожу по улицам Москвы По улицам других городов Совершенно спокойно Хожу в те же магазины, что и все ходят Покупаю те же самые продукты Встречаю людей Кто-то там фотографируется Кто-то руку жмет И так далее То есть все нормально Как бы если есть вот такие вот мнения То они весьма-весьма странные Но в контексте этого вопроса Думали ли вы, чем займетесь на пенсии? Ну, слушайте, у нас же оттянули теперь пенсию Ну, что тут думать-то? У нас теперь она не скоро Ну, так или иначе, у вас есть какие-то идеи? Что значит на пенсии? Посмотрите на Познера Вы же вот цитировали Какая пенсия? То есть вы планируете как Познер? Нет Я не знаю У меня как бы нет таких У меня есть какие-то планы Но они сугубо личные, естественно 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефон на прямом эфир Звоните У нас сегодня поздний выход Программы Абонент доступен в эфир Так что позвоните Задавайте свои вопросы Евгений Попов у нас на прямой связи Также можете писать по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Евгений, как вы считаете Как долго президент России Владимир Путин Еще будет у власти? Можете ли вы на это ответить Ваши свои мысли по этому поводу? Ну, в смысле До 2024 года Конституция как позволяет Так и будет А что будет после 2024 года? Выборы Ну, слушайте Выборы будут Что будет в глобальном смысле Может быть со страной Вы ждете каких-то изменений После 2024 года? Ну, тренды и мода Сейчас Ведут к тому, что Большое количество населения Смотрит на Скандинавию Да, вот с интересом Что там из себя представляет Скандинавский Как его называют социализм Хотя на самом деле Он, наверное, не социализм Ну, там А кто знает Ну, кого выберут Тот и будет Кого мы выберем Тот и будет управлять страной Ну, сейчас очень много говорят о том Что Россия выбрала азиатскую модель Что нет сменяемость власти И президент Путин Он власти уже почти 20 лет Вот как вы оцениваете Насколько это эффективно И может быть Как раз опыт сменяемости власти Может быть более успешной для страны Слушайте, большинство населения Поддерживает действующего президента Но это очевидно Даже для тех Кто является противником действующей власти Если люди считают Что так лучше Если наш народ Выбирает президентом Путина Значит, он оптимальный президент для России Ну, о чем здесь спорить Как бы вы спорите сами с собой Идете на выборы И выбираете Там падает популярность Растет популярность Это уже никто не скрывает Да Прошла пенсионная реформа Рейтинг Путина упал Но он упал До каких пределов То есть о таких рейтингах Как упал у Путина Мечтают Многие лидеры в других странах Поэтому История История же в этом И этого никто не скрывает То есть как бы Что он упал Об этом говорят Обсуждают и прочее Поэтому Как на выборах происходит Так, собственно говоря И дела обстоят Там понятно Что Единая Россия Придется сейчас Очень сильно напрячься Чтобы Сохранить Своё большинство В Госдуме Понятно Что Там после Пенсионной реформы Левые настроения Так Люди Их стало больше Да Люди стали И мысль Леветь Начала А так Ну, собственно Посмотрим Что там будет Скорость выбора Уже Недолго Осталось До начала Предвыборной Компании В Госдуме Ну вот Есть мнение Что создана Такая иллюзия Безальтернативности Потому что Вспоминают Например Юрия Лужкова И до того момента Как он Перестал быть Мэром Москвы Складывалось Такое ощущение Возможно Благодаря Средствам Масса информации Что если Не Лужков То В общем Москва Пропадет Потом Пришел Сергей Собянин Москва Выставила Как мы знаем Вот с Владимиром Путиным Не происходит Такая история Что Сейчас он Кажется Безальтернативным Именно по причине Того Что он Находится Власть Это же вопрос Как журналисты Мы не помнили С Лужковым И с Собяниным То есть За Лужкова Вообще Тут были Все Абсолютно Когда был Лужков Я жил В других городах Но тем не менее У меня там Бабушка здесь жила И мама здесь живет Я же вижу настроение людей Они простые люди Бабушка была Обычным пенсионером Мама там Обычные Служащие у меня Поэтому Они Действительно Уважали Лужкова К Собянину Относились Естественно Так Настороженно А потом Увидели Что сделал С Москвой Собянин И Ну ладно Хорошо Классно Действительно Москва-то не изменилась То есть При Лужкове Москва была Прекрасна Абсолютно А потом Собянин показал Что нет Она не была Прекрасна Прекрасна Вот сейчас Поэтому Здесь Немножко Странная Аналогия Она Нерабочая С Лужковым И Собяниным Давайте еще Звонок Так Только что Был сорвался Но я напомню Еще раз Телефон Прямого эфира 6ем 2 12 93 9 И 6ем 2 13 93 9 Звоните нам Задавайте свои вопросы Евгений Попов У нас на прямой связи Также Пишите нам Ватсап 2306191 Это программа Оба недоступен Сегодня мы выходим В нетипичное для нас время Но ждем ваших звонков И комментариев Так что присоединяйтесь Вот когда мы проанонсировали Интервью с вами Как вы уже отметили Да Было очень много Комментариев Вопросов И может быть Они не самые приятные Но так или иначе Это интересует людей Волнует наших Радиослушателей Вот пользователь ОМРА Спрашивает у вас Не страшно ли вам Проводить отпуски В русофобской Европе О тлетворном влиянии Которой вы рассказываете Каждый день В своей программе Ну Я во многих местах Отпуски провожу Редкие Редкие Минуты Провожу Сейчас мы были Под Санкт-Петербург Например Катались на лыжах Да Не самые крутые Горнолыжные склоны Но очень классная природа И так далее Во-первых Я никогда Не называл Европу Русофобской Да И простите Я прожил 6 лет Вообще тогда Получается Где? Я в Нью-Йорке Жил Да То есть В центре В центре Какого-то мордора Антироссийского Или что То есть Есть американцы Есть американская власть Есть Отдельные элементы Которых мы не понимаем В Европе И которых нам Хотелось бы Чтобы не было Но вы Решили Что Это нормально Европейцы И поэтому Вы с этим живете Но мы же можем говорить О том Что нам это не нравится При этом Все любят Ригу Это не противоречит Друг другу А то Что там Сносят памятники И издеваются Над памятью советских воинов Это может не нравиться А Рига Может нравиться То есть Опять же Не надо Как-то мыслить Такими узкими категориями У нас звонок Да Есть звонок Слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер У меня будет Артур У меня будет Три однозначных вопроса Вашему гостю Первый вопрос Хоккей или футбол? Так Следующий Черный или белый? И третий вопрос Сексуальность или интеллект? Спасибо Всего доброго Да Спасибо вам за вопрос Давайте следующие вопросы Ну слушайте Ну реально Напомним Телефона прямого эфира 6-7-2-12-93-9 И 6-7-2-13-93-9 Телефона прямого эфира А кстати Насчет вопросов Я вот слышал такое мнение Что Глупых вопросов не бывает Считаете что бывают? А я не сказал Что это глупый вопрос Но вы попросили Следующий вопрос Кстати Вы видимо Негативно отнеслись к ним Или почему вы решили Пропустить Ну как бы Что значит Сексуальность или интеллект? Взаимосвязанный Ну есть вопросы На которые нет ответа? На все вопросы Есть ответы Как мне кажется Ну так или иначе Вы ответить не смогли Какое-то имеет значение Ну вот Вы что там Обо мне что-то узнаете Больше Обо мне узнаете Или что-то того Чего не знали Вот если я вам отвечу Сексуальность или интеллект Вот Ах Вот он какой Он сказал Сексуальность Не ценит интеллект Или Вот он Какой Совсем ему не нужно ничего Ну то есть Ну не знаю Не вижу смысла отвечать На эти вопросы Ну вот Антон у вас спрашивает Поскольку времени у нас мало Спрашивает Когда вы прекратите копировать Передачи Первого канала ОРТ Которые скопированы Ими на Западе Вот такой вопрос Вот здесь уверенно скажу Мы конечно Выдумали самое оригинальное название Которое только было В природе 60 минут К сожалению Или к счастью Так называется Моя любимая программа На американском телевидении Что касается всего остального То здесь конечно Вот я уже об этом говорил У нас конечно много новаторского То есть И мы То что мы два репортера Это Принесло Мне кажется Очень многое в нашу передачу И Как мне кажется Другие каналы наоборот Стали брать формы у нас Ходы В конце концов Оформление студии Поэтому Мы никого не копируем здесь То есть Понятно что Разговор с человеком О проблеме Это Придумано Задолго до нас Понятно что Делают так многие Но тем не менее Как мне кажется Мы отличаемся Как раз тем Что Мы часто На месте События И Это очень редко Встречается В современных передачах Еще у нас есть звонок Слушаем вас Добрый вечер Добрый вечер Да Как вас зовут Сергей Да Сергей У меня такой вопрос Почему не могут Выступить На телевидении Профессор Гопой Кто Не играл Лишь На латвийском Телезонах Что ли Так Это по поводу Латвийских участников Но латвийские участники У вас бывают В программе Если не ошибаюсь Ну Бывает Бывают Но что-то Как-то Давно Давно Мы латвийские тем Не обсуждаем Что касается Прибалтики Это очень примечательно Что у нас Президент Эстонии К нам приедет Впервые Чуть ли не 12 Это очень примечательно Мне кажется Это очень любопытно Потому что Мне вот нравится Позиция Эстонии В этом ключе Что она особо Не выпячивает Какую-то Антирусскость Вернее Ее власти Президент Эстонии Совсем не дали Гриболускай Это мягко говоря То, что он приедет Это, мне кажется Свидетельство Неколь Не оттепли Но Может быть Перемены отношений Может Все закончится Наконец Это противостояние Которое уже Всем порядком Надоело Ну вот Появилась информация О том Что возможно Удастся Президенту Эстонии Встретиться с президентом Путиным По крайней мере Такие заголовки Что Кремль дал Зеленый свет Ну хорошо Да и хорошо Ну как бы Мне кажется Что президент С президентом Встретится обязательно Я конечно Не кремленолог Но Мне кажется Иначе И быть не может Ну вот Под занавес Нашего эфира Ружинова Спрашивает Евгений действительно верит В то что он делает На экране Верите В то что делаете Я бы не верил Если бы не верил Ну конечно Ну какие здесь могут быть вопросы Еще вопрос от Армонда Вам все задаваем вопросы Диктуются наушники Или есть возможность Что-то спросить сами Что там Кстати Диктуются наушники Мы уже даже шутим В эфире на эту тему То есть мы Берем там Какие-то планы Да Мы изготавливаем Что-то мы покажем Например Какие-то куски Эфиров Интервью И прочее Вот они у нас есть Действительно Бумаги На бумаге И мы говорим Вот свежая распечаточка Со старой площади Сейчас нам Надиктует Мы в эфире говорим То есть это настолько Такой бред Что над этим Очень прикольно шутить Ну конечно нет Нам в ухо говорят Во-первых Если там естественно Сидит шеф-редактор Наша очень хорошая подруга С которым там Я не знаю Наташа Коникова Огромное количество лет Вместе работаем Еще в вестях Вместе работали Там она Реклама может сказать Что ребята Уходите на рекламу Уже пора Вот Ну или что-то подсказать С точки зрения того Что идет тема А есть такой-то синхрон Вот это кто-то сказал Давайте покажем Очень клево Но мы решаем Показать или нет В конце концов Ну что ж Спасибо вам Евгений Что нашли время И ответили на наши вопросы Это была программа Абонент доступен Эфир провели Анна Смирнова Вадим Родионов И звукорежиссер Алексей Киселев Спасибо вам Ведущий Топореческого ток-шоу 60 минут На телеканале Россия 1 Евгений Попов Был гостем программы Спасибо Всего доброго И до свидания До свидания